Мы продолжаем цикл сюжетов о схемах, по которым действуют телефонные мошенники. Напомним, по информации районного отдела МВД, только за первый квартал этого года от рук аферистов пострадали 20 жителей Колпашевского района, в том числе за март более 10 человек. Основная категория пострадавших – это работающие люди в возрасте от 35 до 50 лет. Следователь МВД России по Колпашевскому району Алина Башарова рассказала, что один из популярных способов денежных разводов, от которого пострадали колпашевцы, – это перевод денег под различными предлогами на так называемый «безопасный счёт». Телефонные мошенники представляются сотрудниками полиции или службы безопасности банка. Причём зачастую звонящие обращаются к жертве по имени-отчеству. «Говорят о том, что произошла утечка персональных данных, и от имени граждан оформляются кредиты. Для того, чтобы данных действий не произошло, они убеждают в том, что необходимо все имеющие накопления перевести на безопасный счёт. Указывают счета либо электронных кошельков, либо номера банковских карт. И граждане, испуганные тем, что и принадлежащие им денежным средствам могут завладеть лица, переводят на указанные счета мошенников денежные средства». Граждане не только отдают злоумышленникам свои сбережения, но ещё и берут кредиты. Так жителю Колпашево поступил телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и заявил, что в их организации произошла утечка персональных данных, и кто-то якобы пытается взять кредит на его имя. «Мне позвонили с неизвестного номера на судовой телефон. Мужчина представился сотрудником банка и обратился ко мне по имени, по фамилии и сообщил, что произошла утечка информации в банке моих персональных данных. Ему личный кабинет из-за этого был взломан преступниками, после чего они подали заявку на получение кредита от моего имени в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей». Колпашевец стал уверять, что никакого кредита не оформлял. Мошенники начали оказывать психологическое воздействие на жертву. Мужчине поступали звонки с разных номеров. Аферисты представлялись то сотрудниками безопасности банка, то следователем, который намерен задержать и пресечь действия мошенников. Колпашевцы убеждали, что действовать нужно незамедлительно. Таким образом, преступникам удалось убедить мужчину оформить кредит под предлогом предотвращения получения суммы злоумышленниками. А чтобы эту сумму не украли с карты, местному жителю предложили перевести средства на якобы безопасный счет, с которого все деньги ему вернутся после поимки преступников. «Через мобильное приложение на сотовом телефоне я зашел в личный кабинет банка, оформил кредит на сумму в миллион триста тысяч рублей. Деньги поступили незамедлительно практически в течение нескольких минут. И дальше мне звонивший продиктовал номер безопасного счета, и на него я перевел 300 тысяч рублей». Оставшийся у мужчины один миллион рублей он перевести не смог, так как в банке был установлен ежедневный лимит на переводы денежных средств не более 300 тысяч. Понять, что пострадал от рук мошенников мужчина смог только тогда, когда все номера лжесотрудников банка стали недоступны. Лучшим способом обезопасить себя от возможных негативных последствий, по словам следователя, это прекращение телефонного разговора с неизвестным. Отдел ОМВД России по Колпашевскому району призывает жителей быть бдительными, не размещать свои личные данные на неизвестных интернет-сайтах, не вступать в телефонный диалог с незнакомыми людьми. Чрезмерное доверие может привести к потере денежных средств. О распространенных схемах мошенничеств, от которых за последнее время пострадали колпашевцы, мы расскажем в других сюжетах ближайших выпусков новостей.